Народные промыслы, продукты и товары для здоровья, медовая продукция, монастырская рукоделия, православная литература. Все это и многое другое представлено на православной ярмарке выставки «Медовый спас». Жители и гости Гатчины имеют возможность окунуться в атмосферу русских традиций и посетить ярмарку. Отправилась туда и наша съемочная группа. В самом сердце Гатчины, у Павловского кафедрального собора, развернулась православная выставка-ярмарка. Около 50 участников со всей России приехали сюда, дабы посетителям предложить самое вкусное, самое лучшее, самое полезное. Компания «Сибирские кедры» представляет свой уникальный продукт. Их рецепты сохранились из глубины веков и испытаны временем. Чтобы создать эти бальзамы, мази и крема, все составляющие собираются в экологически чистых районах Сибири. «Вся продукция нашей компании основана по старинным рецептам сибирских травников, по старинным монастырским книгам. Продукция вся натуральная, на основе кедрового масла, трав сибирских, живицы. В основе лежит, конечно, живица, потому что всегда на Руси лечились смолой, корешками, травками. Вот и продукция вся наша основана именно на старинных русских традициях». Мед из башкирии. Каждый знает, что продукция с этого края – это гарант качества. Сама пасека находится при храме, поэтому и мед собирается с любовью и молитвой. «Мед разный. Есть и бортевой, и из дупла взятый, и в дупло положенный, чисто в дерево. И гречиха умничка есть для крови. Или старательница при простуде. Майские чудесные разнотравья, вся сила трав. Умница наш черноклен, который растет только в башкирии. Он хорошо помогает почкам, он хорошо восстанавливает клеточки. И самый умный мед, я называю так его правильно, это лесная сказка». «Мед очень понравился. Беру для себя и для всей семьи». На ярмарке широко представлены продукты питания от фермерских хозяйств, народное творчество, рукоделие. Предлагают разнообразные стильные наряды. Это православная одежда для верующих женщин. Кроме того, не забывают здесь и о духовном. Светлана Левашова приехала из Мурманска. Она представляет свято-троицкий Трифонов-Печенский мужской монастырь. Самый северный в мире монастырь, который стоит на берегу Ледовитого океана. Такие выставки, говорит она, это прекрасная возможность рассказать, чем живет обитель, о ее святынях, ее историю. «Донести до людей о том, чтобы они вспомнили, что это монастырь, 500 лет стоит на берегу Ледовитого океана. И каждый государь, начиная с Иоанна Грозного, и последним был Николай II со всей своей семьей, считал своим долгом побывать в монастыре и содержать этот монастырь. Это монастырь-пограничник, который всегда держал оборону. Вы знаете, постоянно нападки с запада, да? И этот монастырь постоянно держал духовную оборону». Ярмарка проходит по благословению епископа Гачинского и Лужского Митрофана и организована обществом «Русские ярмарки». Она будет открыта для всех желающих до 25 августа включительно. «Русские ярмарки»